Распаковка и небольшой обзор на графический планшет от компании Parblo, Ninos N4. Всем мира, добра и любви! Есть у меня возможность снять обзор на вот такой небольшой, я бы даже сказал, очень маленький графический планшет. И если кому-то недостаточно вот этого размера, есть модель такая же N7, она побольше. Я уже смотрел этот планшет, открывал его, проверял, работает ли. Но решил все собрать обратно, чтобы вы видели, как оно все приходит к вам. Это будет хороший подарок, не только для человека, который там желает сделать какую-то презентацию, или я видел картинки, превьюшки делают на видео, очень красивые, с помощью таких планшетов. Но и будет хороший подарок для ребенка, который любит рисовать или же разрисовать какие-то картинки. Это очень интересно и необычно, поскольку да, на бумаге оно одно, а на графическом планшете с использованием телефона или же планшета, или же компьютера, оно совсем по-другому, и это как бы дополнительный интерес для ребенка. Давайте откроем, посмотрим, что здесь внутри. Так, какой он маленький, посмотрим. Ссылку на этот планшет я оставлю в описании под видео. Так, вот так, картонная коробка, она была вся в пленке, то есть приходит он очень аккуратно собран, все очень красиво. Сам планшет вот такой маленький, сейчас я вам продемонстрирую еще его даже габариты. Какие-то буклетики разные, они мне в принципе не пригодились, поскольку планшет сразу же готов к работе, не надо ничего устанавливать, не надо никаких драйверов, просто подключил к планшету и работаешь. Ну и есть вот инструкция. Здесь русский язык и другие языки. То есть можно разобраться и по комплектации, здесь указано, что есть, и как подключается, и телефон, и планшет, ну и разное вот. Кому интересно, сможете почитать. Дальше, по комплектации. Здесь кабель, мне понравилось то, что он достаточно длинный. Здесь у нас USB-выход и Type-C. И Type-C вот G-образный, и получается очень удобно подключать к планшету. А уже USB вы можете подключить к компьютеру. Но здесь очень приятная новость, или очень приятная комплектация. Здесь в комплекте есть переходник с USB на microUSB. У меня были планшеты вот этого производителя, разные, и в большинстве случаев только Type-C было, или же microUSB. А здесь два переходника, и это очень круто, поскольку, да, большинство сейчас на Type-C разъемах планшетов и телефонов, но есть еще вот на microUSB, и бывает такое, что вот нет возможности подключить, надо покупать переходники. А здесь они достаточно такие хорошие, металлические, ну, качество отличное, в принципе. И то, что их здесь два, очень круто вот в таком маленьком планшете два переходника. Также в комплекте вы получаете сменные наконечники, их здесь шесть сменных, и плюс один еще наконечник уже сразу же с опером в комплекте. Вот оно. В принципе, больше ничего в комплекте нет, поэтому я вот это все убираю. И хочу сказать, что перо очень удобное, удобно удерживается, приятное вот здесь такое резиновое напыление. Ну, вот удерживать очень удобно это перо, и, в принципе, все варианты, которые у меня были, были удобны. И то, что здесь вот такое приятное напыление, вот не помню, как было в других вариантах, но вот то, что здесь вот сейчас я ощущаю, удерживая это перо, очень приятно держится. Ну, вот такая ручка. Ну, а теперь сам планшет. Давайте посмотрим. Я уже пробовал, включал его, рисовал, разрисовывал. С этой стороны здесь резиновые наклейки и надпись Парбло. Вот такая структура пластика, как будто карбон. А с этой стороны у нас подключение кабеля и переключение режимов. Я так понимаю, это телефон, там планшет. Ну, и, в принципе, он хорошо держится на столе. У меня это очень скользкий стол, он из пластика, но оно как бы держится все. И я, как бы, давайте еще вам покажу габариты этого планшета, а потом подключу его и уже посмотрим, как он работает. Вот эту пленку я, как бы, снимать не буду, поскольку работает оно и с этой пленкой. Габариты это 17, примерно общий размер, не по экрану, а общий размер планшета. И где-то 11,7. Ну, и толщина его здесь минимальная. Не знаю, есть ли штангенциркуль у меня под рукой, чтобы проверить. Это 6,7. Давайте проверим на нуле. Вот 6,9. Очень тонкий. Вот такой маленький, компактный, помещается, думаю, в любой карман, в курточке, и можно переносить с собой. И компактность, конечно же, это его преимущество. То есть, если вам нужен компактный такой графический планшет, где вы даже на коленках сможете, там, как бы, сделать какую-то презентацию для коллег, или же что-то показать, продемонстрировать, или сделать какую-то картинку, все это можно сделать, в принципе, достав вот этот планшет из кармана, подключив к телефону или же к вашему планшету. Сейчас я его подключу, попробую, проверю, как бы, работоспособность. Ну, я уже проверял, эта запись уже есть. Я просто вам ее добавлю, чтобы вы видели и сделаю вывод свой о этом планшете. Продолжение следует... Итак, Поигрался я немного с вот этим графическим планшетом от компании Parblo, который называется Ninos N4. И что я могу сказать? Планшет рабочий. Все, в принципе, претензий вообще никаких нет, поэтому заказ буду закрывать и благодарить продавца. Что понравилось? Понравилось то, что здесь достаточно длинный кабель, и это позволяет разместить планшеты так, как вам будет удобно. Как видите, у меня здесь вход, и здесь вход по краям. То есть, я перевернул планшеты, и тем не менее, еще даже есть возможность разместить эти планшеты дальше один относительно другого. И это мне нравится, поскольку есть модели вот этого производителя. Геокабель значительно меньше, и это скорее минус, поскольку нет возможности размещать вот эти планшеты так, как вам будет удобно. Еще то, что понравилось, то, что здесь вот такой как бы разъем, он в сторону отодвинут, и это мне вообще не мешает. И как бы плюс, в этом плюс. Здесь бы еще так было, то есть, вот здесь, где USB, вход было бы вообще очень круто. Перо. Перо очень удобное, рисовать удобно. Я, как видите, не удалял вот эту транспортировочную пленку, но оно все работает так, как надо. Я думаю, просто если я ее сейчас удалю, перо будет скользить по планшету удобнее. То есть, там просто покрытие такое, и оно будет комфортнее, приятнее. Но я не стал этого пока делать. В принципе, и в общем, мне все понравилось, претензий никаких нет. Я думаю, ребенку будет очень интересно играться с вот таким планшетом. Что касается его габаритов, он очень маленький, и это преимущество. Если для вас это недостаток, есть модель Ninos N7. Он побольше. Но с маленьким планшетом преимущество в том, что вы его можете разместить на столе где угодно, то есть, места много не надо, и отыскать для себя максимально комфортное положение. И все, как бы, у вас под рукой. Также очень удобно переносить этот планшет, то есть, буквально в кармане можно переносить с одного места на другое, или брать с собой, подключать к планшету, или же к компьютеру, или же к телефону, и работать, играться, рисовать, разрисовать что-то. То есть, много-много задач можно решать с помощью этого планшета. И если вы покупаете этот планшет как подарок для ребенка, я думаю, будет, как бы, удобно ребенку пользоваться вот таким планшетом, маленьким, из-за того, что он не занимает много места, и можно положить там буквально на коленках и телефон, и этот планшет, и рисовать себе где угодно, в любом месте. Вот такой получился, как бы, мини-отзыв, мини-обзор, скорее так, планшета от компании Parblo. В общем, это была, скорее, распаковка и проверка его работоспособности. Я планшетом доволен, претензий у меня никаких нет. Если будут какие-то дополнительные вопросы, спрашивайте, спрашивайте. Всем спасибо за просмотр. Мира, добра и любви.